кредит никакой я даже не знал что он кредит я также охуел как вы когда он знал что он кредит сделал я даже не знал что это кредит короче был момент где-то часа 4 утра так я ему с этих денег помог отыграть какую-то часть отбить блять нихуя ты помощник блять такие темы другими всем казаться подбирать после на вытворять так что крыша в огне 2 типы людей другие никогда не подставит друзей не скажут на себя здорово здорово прикинь вадим в конторе я думаю давай вадим и снимем и посмотрим с пацанами все вместе пиздит да ну кто пиздит то понятно в общем нужна трудная сумма на вас 5 дней а че у тебя? да с этим кредитом не нахай тот кто проебал свой кредит этот человек виноват сам независимо от того там гладили тебя по головке пошли ближе берд поиграем на твой кредит че выиграем да да лимит расширили в общем но мы и умерли два месяца как бы родили вообще на дачу ну короче я и играл тоже мне не вернули везет ведь я говорю ну просто хочется от Вадима услышать его версия дам ему наставку денег и посмотрим что будет плюс еще сварщик до хера денег-то поднял полезненький уже там 11 с чем-то тысяч у него так второй выпуск шоу выйдет завтра а те кто переживали за влоги можете не переживать так и будет неотъемлемая часть нашего канала а шоу так чисто просто разнообразить обстановку так что пишите кого пригласить будем приглашать ставочников и всех кого захотите можно даже обычных хейтеров кстати можно позвать охуенных человек 5 посадить чтобы они прям хуесосили всех кого захотят тоже интересно будет да алё а ты на Суворово в конторе да ну все выходите там с Вадимом да Вадим не ушел да да ну все выходите что все да тема хорошая сварщик Вадим не а сейчас нашу бешки перебудется на ходу в машине сейчас скажет не мы мы на еду потратили эти 200 тысяч кредита сколько 46 тысяч за ночь ты ебал? а остальные где деньги? ты же говоришь тебе 180 надо остальные на слабоше правильно правильно ну сколько питались два месяца ну блин не на такую сумму я на 150 тысяч в месяц в месяц не питаюсь Серега для тех кто не в курсе уже бер Серега игроман взял кредит 200 тысяч про ебал его мы проверили его там все это сбербанке онлайн как он его снимал там на протяжении блин неских недель короче вот а основную часть как он говорит про ебал с Вадимом который сейчас едет в машину тоже игровой а ты говоришь Вадим подставил он тебя подставил чем? в игровой аппарат там ебали? и все, 46 тысячи или нет там вообще жесть мне все нужно где же как-то нюансы скотина якобы Вадим его заманил там ночью в игровые какие-то подпольные аппараты они там все проебали ну вот наконец-таки Вадим через полгода бляй появляется на канале и расскажет нам всю правду вот они они вдвоем в той же куртке, в той же джинсы, в той же кроссовках как? в той же куртке, которую у тебя покупали, да? все, кроссовки привет здорова? здорова 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 не надо сзади опа Вадим куртка так же, что порвалась? не, нормально? нормально то есть можно покупать у него в магазине, да? а где друг ваш? жбер жбер жбер? ты ему хотел что бля, предъявить что? конечно мы для тебя мешок на меня столько выпусков льете там мы для тебя он мешок приготовили а я их не заметил жбер то рассказ а что на тебя не лить? что ты его отвел в какие-то там рулетки игровые? так это он меня отвел подожди, тихо, тихо, подожди он, говорит, отвел что что? короче жбер снимал свой инстаграм попросил Вадим снимись у меня там нет прогноз там дай пойдем потом поставим 1000 НХЛ пошли туда ставить 1000 НХЛ он в той конторе еще не был он говорит я не хочу сейчас давай поставим потом я хочу пиво пиво в комнатке где вот эта фигня он пошел туда попил пиво я его ждал в этой фигне потом я зашел туда говорю ну что ты он говорит будем здесь не будем ставить будем играть это он сказал это не я сказал там были два человека свидетели кто-то подожди он не так сказал он сказал вот так вот боже будем играть тема и тему даже не говорил он был трезвый и не сказал тему хорошую? там есть предыстория так до этого днем ранее он с Ольгой снял джекпот вот здесь в аппаратах он скорого джекпот? да 12000 ему подсорвало крышу у нас сегодня опять захотел понимаешь продлить это удовольствие это дерьмо я даже не сказал сколько он снял джекпот? 12000 ни хера нормально потом короче там были еще два человека он нам начал давать деньги они начали играть они выиграли и пошли один ну малый дал денег ему с выигрыша и то не все процент ну как бы 7000 он снял и по рублю нам дал с ним и пошел и все и Жибер нормально улыбался все нормально братан давай это самое а потом он уже окосел и начал уже это давай вместе там играть начал проигрывать кредит никакой я даже не знал что он кредит я так же охуел как и вы когда он знал что он кредит сделал кто ему кредит дал я не знал а сколько она все проебала до денег получается? я не знаю сколько он проебал ну не 200 ну не меньше ну я не знаю сколько короче был момент где-то часа 4 утра я говорю Сережа ну блять ну чё ты блять ты или бухай блять или чё блять как ты чё куда нах он говорит сейчас поедем в Москву бабки есть блять поедем в Москву это он да это не я это он сказал ему начала названивать Оля живо ты чаю то Оля ему начала названивать он сказал нет нет я не поеду типа все блять ну Оля блять там еще с собой что сделает она не переживет только эту хуйню там ни хуя себе подожди как человек духовной наружности может что-то делать а она недавно даже ходила к черным магам вот тебе потом он использовал потом он говорила что-то говорит я в минусе tactile � прям в приличный ушел есть бы ils же mira а кito я даже не знал что это кредит it's a daddy он говорит это кредит я взял блять я сам есть который узнал что так я ему с этих денег он помог отыграть какую-то часть отбить блять ни хуя ты помощничны блять нет редко там отработать что-нибудь обropolis короче мы отлили с ним и он мне дал рубль всё как бы я там десятку снял им рубль короче девять ему руб рубль взял все и мы ушли он еще спать все нормально все заебись а потом он говорит вообще все наоборот а я потом встречаю грушу там несешь на камеру кухню что-то вообще лепит что ничего не было вы думаете бы сказал он зашу сказал он сказал у меня андрей так попросил сказать нихуясь нихуясь и бляща и бучки полетят слышишь ну я буду просить его на тебя я ему тоже поставил вадим меня поставил чем но со старт подсказать у меня подставилась он у тебя и взял эти деньги ему у него взяли телефон посмотрели увидели что он действительно недавно моего с общим знаком вот сейчас опять поймали горшотом опять к тухон несешь там какие-то ну-ка я тебе сказал по секрету шуме там прошу это все купил телефон как и счет играта у него вдох не просил не ну как было это просил вдох или не я у него брал до этого 500 рублей отдал потом я у него как-то две тысячи брал на страховал отдал ему все нормально но телефон купил блять все денег нет блять ну телефон в контору никто что я ему как я шуму не не там типа дай блять там проработал тушу бездану вообще такого разговора даже близко не было никакого работы работы не рают вообще бред за где он приснился на хуйму вообще-то про то что работа в москве нет про то что типа блять дай 200 рублей потому что не работая работу эту хуйню какую-то выдумал очень бред собачий блять я вообще офигел а мотивирует это чем я говорит мол не работаю а ты говорит получаешь деньги дай мне 200 рублей такого разговора даже не было я что имел ввиду в лайфе мы с ним посидим на эти 200 рублей выиграем что-то и все блять а не то что я дай мне эти когда там блять это самое типа я такую хуйню вообще по налепил там я суд я суд вообще ничего не вырезать не буду так а про твой экспресс на пиздец который про не экспресс право шоу не прошел с финлайна я с этого с телефона поймал до свела и все больше трех до все забили но это еще месяца полтора было назад потом он пришел в контора мы с общим знакомым он ему тоже говорит что там лепишь какую-то на вадиму шутом несешь куда нахер от это делать ничего не был там вы думаешь зачем ты твой лет но он все все ничего не сказал все да все вода тема больше не буду все не просто нахера там думать и может там что-то посадим его поговорю кстати не забыл про москву то что я его там год в москву тащил какой-то тёлк это такой бред собачий то что я там какое-то время подрабатывал мета была девушка это вообще к этому никакого отношения к жабер не имеет я сейчас просто переброс у вас никто не наступил просто пиздец нахуй я точно мы разговаривать человеком насчет москвы ехать туда работать договаривались когда чего жабер влез наш разговор в конторе сам я горит я с вами поеду в москву он сказал это он влез в разговор вообще и он сказал а потом уже ночью вот там в четыре утра вот в этой хуне аппарата он уже сказал деньги есть а поехали в москву блять так что вот так все почему все на чем хотим из меня блять какого-то демона я там вадим чего хотел в москве это сделать деньги есть по это москву да просто я не знаю чего хотел гулять по тёлкам по тёлкам да по тёлкам я говорю ольга закрой уши наш этот самец решил поехать по тёлкам по москву да ну ладно хорошо хоть не по мужикам блять а то почитаешь последние комменты под последним шоу блять о тёлках никто думать не хочет что он взял кредит видишь в ебал я тебе скажу секрет на дамана деньги есть хуй стоит денег нет тёлок не надо кредит на это не кредит он долго проебал может это видеть так что он там из кредита проебал какую-то только часть и то я тебе говорю если бы не я он проебал бы все но это не стоило но ты ему должен построить прошлый раз он сказал ты ему 20 тысяч торчишь не 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 если меня вообще все бы в ебал еще отыграли то какую-то часть отыграл большую часть а без меня бы он вообще там с хуймы ушел я был трезвый адекватный нормальный блять и когда там аппарат давал снимали я ему все отдавал то что когда аппарат вытаскивал бабки ты забирал себе выграешь а я поставил все отдавал до копейки единственный раз когда мы стали 9000 я попросил у него попросил серёжа можно рубль возьму он говорит добро серёга а то дома привет мы вот во двор те прим же же выходи прогноз нужен твой срочно аналитика твоя нужно мне в этой ситуации нет ни хуя вадим такую демон сделан с врагами не но как бы здесь понимаешь что сам хорош еще еще и горю там были люди которые не дадут соврать не ну вадим где дело в том что деньги его по сути вообще он должен сказать вас ебет вообще нашу и тратить свои бабки просто не просто с в другой стороны мы же хотим человеку помочь чтобы он не въебался понимаешь суть какая показать вот как он исправляется и на этом дать ему еще возможность заработать за то что разрешается и показывать не я про то что это все понятно если подойдет и выйди его на мою ну конечно зачем просто пиздить при всех понимаешь на камеру при всех зачем человека там оклеветать для чего не было вот так переворачивать нахуй зачем это делать при всех меня знают все калугу он мне пиздит теперь уже все россия украина не ближняя за что далее ближняя очень андрюша мне говорит сказал так сказать ну там человек поставил вадим меня поставил чем ну с расставкой подставилась он у тебя и взял бы эти деньги ну вот я вадюше и позвонил ее сейчас разберемся нахуй попал да и люди то смотрят они ж знают приблизительно они же смотрят ему в конторе тоже люди говорят что там зачем так делаешь вот на днях вот был он приходил когда он уже подстригся блять пришел кстати он подстригся на свои деньги не в курсе он сам подстригся не в курсе не мы как по обещанию дают мы не даем а какова судьба у нас же поставил бенфик зенита он выиграл там 35 тысяч дальше то как он все проебал или маме там отдал не в курсе он проебался сказал что он отдал 15 тысяч матери вот эти средства им тысяч поставят еще осталось в лайфе имелось ввиду вот эти 200 рублей что он пиздит это имелось ввиду в лайфе с ним посидеть сейчас выиграем и все эти тянули обратно так он ставка прошла баскетбол в лайфе он не жил он не говорю он ушел про 200 рублей он просто сказал что типа триставка он не дождался ставка прошел телефон новый за 10 тысяч и нам и денег у меня в долг просит ты охуел в диму ты же работаешь а я же не работаю вообще про работу вообще ни слова не было какая работа он несет так смысл чем мы договорились в лайфе да да сереж да да хорошо и он съебался рядом сидел все нету ставка прошла его нету все нету его блять где он я вышел на улицу ни у него ни воли уже а ты ему должен до сих пор сейчас денег ему торчишь сейчас тебе 200 рублей 200 рублей как скажет бестов с 200 рублей можно и до миллиона подняться конечно запросто а Сан Саныч вообще до двух поднялся бы две резинки по сотке блять если Сан Саныч сегодня опять на работе ребят через два дня приедет на Серегине лицо сейчас посмотрят да я хочу снять его лицо сразу показать не еще он говорил ты что с пьяной с пьяной ее там блять типа пить мне бросать что с пьяного так наговорил блять ой с пьяного нас блять на шоу заебал у меня потом попозже все инстаграм было закулисно с баталии что там творил блять а у тебя есть сейчас что ты хочешь бест твою ебал разбить да да только мне ебалать что чё тебе надо ебанать ты уже в очко мне кажется нет не нравится политика партия нахуя блять дырочку нахуй вот так нахуй оп в душе тебе нормально прописал? не ну я с тобой готов еще ты все готов? ну ты сильно сильно не с тобой нет хватит браток быть добро слишком сильный соперник слишком охуенный бабок девушки интересные ну все стараюсь я уже снял да мне просто девчон понравились интересные ты же вверх рядом со мной не великий я хуйня а ты великий бесток ты проебал 3 миллиона а он 25 будет но знаешь что разница между ним и тобой есть он считает что 25 а ты не считаешь хотя там за 30 нет я уважаю помимо всего прочего тех людей кто понимает это и принимает тебе не больно было? не похуй блять как ты полетел то а как мясо блять как кисель блять ты как кисель блять а пух а все ты тренируйся берет Серег тренируйся мне похуй белку словил короче белочку да и мне хотя бы пару месяцев сука так строй мне блять ебать как свинья как свинья Сержа братан здорово блять карипаныч садись назад садись посередине давай садись а Сереге похуй не в одном глазу он даже доволен тебя видеть ебать он даже доволен тебя видеть ебать соскучился по Вадимке то не а я что дома Серег сзади мешок для Вадима смотри смотри назад сзади в смысле в прямом везем его в лес сейчас за то что он тебе блять денег торчит и кредит твой проебал да это простил ты ему не надо не у Вадим нормальный ну рассказывай как было давай ну че это дело прошлое не ты рассказывай за пиздобольцы давай отвечай или кто из вас пиздобол не не там в общем то Вадим тебе денег должен? ай так последний раз он мне отдал отдал 500 рублей а он нам сейчас говорит что должен до сих пор а все так ставка то прошла в лафе а ты свалил уже нет все тебя нету ставка то в лафе прошла ага нет ладно Серега смотри кредит когда ты проебал он тебе помог проебать его было было дело не тебе помог Бля, ты че нам пишешь, Вадим, блядь? Вадим, пиздец, ты говоришь. Подожди, Серег, а какой-то джекпот ты сорвал еще там, 12 косарей? Сереж, ну было, да. А че ты нам про джекпот не сказал? Скажи, расскажи людям, там два человека было, они выиграли. И деньги забрали и ушли, блядь. Ты им слова не сказал, что это твои деньги, как бы шоу охуели, блядь. А че ты мне-то... Кормили один агрегат, а потом ребята пришли, не усели и выпущили. А когда мы с тобой сняли 9000, а не как-то считается, блядь, что это его деньги. Ты тебе рубль, помнишь? 9 мы сняли, рубль я у тебя попросил, ты мне одобрил, говоришь, добро, блядь. И 8 я тебе отдал, не в карман, блядь, а тебе, блядь, отдал. Ну, да, пока, в общем, играли, пока бород давал, потом он перестал давать, и все. Если бы ты был врезвый, блядь, этой хуни не было, во-первых. Во-вторых, что ты, блядь, я тебе там, блядь, это что-то кружил, что ты хуню несешь. Если мне это там, блядь, все, блядь, Серег, из-за Вадима проебали, да, получается, деньги. Да еще и водка виновата. А что и водка? Конечно же водка виновата, блядь. Сейчас, в общем, пить нельзя вообще, вот я на марафоне сейчас. Вадим, обхуй сосили в пяти роликах, блядь, водка теперь виновата, блядь. Пять, я считал, блядь, под счетом, брая, я в образ смотрю. Ну, давай, да? Да, где там человек не смотрит, когда он врезвый статк. Я не понял, знаешь, какое, вот я сижу в аппаратах, проебал 50 тысяч, после меня в него сели пацаны и подняли с них денег, значит, они не должны заплатить, так что ли, пацаны? Нет, почему нет, с чего это у него? Ну вот он сказал, Серега сейчас сказал. Да ладно, что ли? Нет, там другой был, он пацанам дал деньги, пацаны на его деньги играли. Ну, он сказал, кормили один агрегатор. Ладно, мы с ним вместе пришли. Нет, ну они потом отдали, что-то же. Левые. Один отдал ему тысячу. Короче, Серега, у Сереги можно занимать деньги и потом что-нибудь ему подмотать. Раскручил отсет, короче, ему подмотать. В чем, все, да, да, да. Просто два чувака, два чувака, Серега им дал денег, они выиграли. И они с выигранными деньгами ушли. Один только Сереге дал тысячу, и мне, ну, по тысяче нам дал. И уж, остальные-то деньги он в карман. Он не отдал Сереге, там, Сережа, там, дай мне там что-то, ну, с этих денег. Он забрал все и ушел, блядь. А сколько ты им дал? А он про меня так пиздит, что я так делал. А я, наоборот, ему все отдавал с выигрыша. А сколько денег он давал? Сереж, я тебе отдавал с выигрыша, когда с аппарат снимал? Ну, да, да, то есть все. Ну, а что ты говоришь наоборот, блядь, что я тебя, блядь, там, кружил? И знаешь, он говорит, там какая была ситуация. Вот мы играем, да, сидим. Играем, играем, играем. Он выиграл, например, 3 тысячи рублей. Он мне отдает 2 тысячи, тысячу себе берет, ну, к примеру. И так, по-моему, постоянно карман набивал, набивал свой, а я в итоге проиграл, проиграл, все. В итоге он просто в ухуенном плюсе, а я просто в шубе. Блядь, ну для кого мешок-то сзади в багажнике? Давайте. Надеюсь, не для старшика, нет? Вот, я то, что я думаю, блядь, а пусть кто тот-то молчит, тот во всем и виноват, блядь. Мужики, честно признаюсь, я вообще не в теме, если что. Ну, ты не лезешь в такую зону. Не-не-не-не-не-не-не-не. В такой блудняк сварщик не лезешь. Да, в любом случае будешь крайним, ну и вы нахер. Ты что, пацаны? Я сказал, как вы солить джипот выиграли, что ты мне рассказываешь? Ты что, охуел? Про такие вещи не рассказываешь. Ну, было, да, но мы там и накормили. Так, что прикол? Ты говоришь, что ты... Буклыки корабля. А своим пацанам не рассказал об этом, блядь. Он спащил тебя, блядь, в эти аппараты, ерубанно. Блядь, он снимается у нас на ставочном канале. На канале про Азар, да, блядь, снимается? Да. И кормит каких-то хуй помеков, блядь. Даже пацаны не рассказывают. А что за пацаны были? Сколько он им денег дал по итогу? Ну, он им дал там по тысяче там или по сколько. А, ну они долго отдали и ушли, да? Ну, они просто... Нет, один отдал, один отдал. И то он отдал, ты ему не выигрыш. Он ему должен был выигрыш, что это его деньги. А он вместо этого, блядь, себе его забрал. А он обязан был отдавать или нет? Нет, почему он должен был выигрыш? Потому что он на его деньги играл. Ну и что? Ну, он должен был долг отдать. Ту сумму, которую он занимал, да, все правильно. Ну, я-то ему все отдавал с этих денег, понимаешь? Нет. Ну, по-человечески. Нет, смотри, подожди, они у него заняли по тысяче. Не заняли, Андрюх. Он просто им давал, играйте, пацаны. Ну, они ему по-человечески еще тысячи. Ну, они играли. Они выиграли. Они выиграли один семь тысяч, другой тысяч. А было у них обсуждение перед этим, что если вы выиграете, мы все делим? Ну, это твое личное мнение, да. А вы этого ролика сказали, что я его там нагрел. Он сказал, что подошел Вадим вот так вот. Нет, подожди. Вадим, подожди, если мы на тебя огонь пиздыняли. Нет, ты говоришь, мне, блядь. Да, ну, отец, конечно. Да, ты не хочешь к этому пиздерею? Ага, блядь. За что, за что, блядь? Смотри, проебанно, блядь. Смотри, хорошо. Я виноват, да? Подожди, Вадим, послушай, вот если мы на тебя нагнали. Ну. Откуда мы тогда, блядь, можем знать, мы что, блядь, эти... Ну, видишь, Серега, это сказал, Андрюша мне сказал, блядь. Подожди, откуда мы можем знать, что ты в этот день вообще был с ним и играл до утра? Но. Вот если Андрюша такое сказал, откуда... Я понял, нет, я понял. А, конечно, он еще пиздит, сказал на Андрюха, что он ему подговорил? Нет, это когда я вышел, говорю, Серега, зачем ты сказал все наоборот, блядь, меня выставил демоном. А Серега говорит, это мне Андрюха так сказал, блядь, сказать. Нахуй так сказал. Как, Серега, как ты тебе мог сказать, если я вообще не знал, что вы играли, ебать, от тебя же это вся информация. Когда ты стоял возле конторы с этой, блядь, с баночкой своей любимой, блядь, этого, коктейльчика. А чем он его подставит, Серега? Просто он тебе сказал, снимай, иди деньги, давай поиграем. Но это не говорит о том, что он тебе подставил, что он виноват. Он тебе просто предложил. Я говорю, Серега, зачем ты так, ну, вот эту хуйню все наговорил, что Вадим такой демон тебе там развел, блядь. Они там про меня всякую хуйню, а ты говоришь, блядь, а мне Андрюша так сказал, сказать, блядь. Ну, это водка виновата, блядь, после четвертой банки, но там можно еще и не такое сказать. Привет, пацаны. Не, я-то знаю, почему ты сказал, чтобы, короче, от конфликта уйти с тобой, блядь, это же игровые дела. А потом у нас вещей, в которую приходят, в ролик, блядь, и там пиздец, в один такой, блядь, сякой, такой, блядь, это самое, ах, Серега, блядь. А нах, кто у нее деньги проще, телефон купил за 10 тысяч, блядь. Он говорит, ни хуя, он наглый, блядь, понимаешь, про тебя. Андрей, это было полтора месяца назад я телефон купил, а это было, блядь, три дня назад. Да для него, блядь, покупка телефона, это 10 лет, блядь, за это праздника, ебаный. Канеги ты еще не оплачены. Я ему имел власть. А ты сына больной, да. Я же сказал, влафи. Я просто напомнил, двух сынек забыл. Влафи поставим, я же баскетбол поставил, он прошел. А ты уже все, нету, я вышел, ни тебя, ни Оли, блядь. Я бы тебе сразу отдал. Деньги хотел сразу отдать, да? Конечно, влафи, я же ему сказал, влафи буду ставить, рядом с собой сидел. Помнишь? Влафи, ебаный. Влафи или влафи? Как же так, не успел, я хотел бы сюда деньги отдать. А он свалил. Ну вот, хуй ты сидишь, ты погагатываешь, блядь, ты в основе виноват. А я здесь вообще, причем, я не виноват, если че. Отдавай ему деньги сейчас. Давай деньги. Сейчас нету, сахар. Да это они сами, да. Да он хуй отдаст, когда, да, Вадим? Конечно, я, 500 рублей ему отдал, 200 никогда не отдам. Ладно, короче, пацаны, делайте свои выводы, пишите в комментах, я-то все понял, что ни хуя не понял. Ну мешок-то для кого, Серег? Так, а это для Ольги, да. Для денег. А, для денег. Отлично, а теперь надо выиграть, блядь, для денег. Холодильник пацанам покажешь на камеру? Пацаны пишут, развод. Правда купил холодильник, да? Да, блядь, конечно. С интернетом? Пацанов снимали, что ли? Да, блядь. Заходили, блядь, до десяти тысячи, в холодильник снимали, пацановы. Холодильник с интернетом? Что дома, Олька? Да, а там и матушку тоже дома. Ну хорошо. И как раз ты расскажешь, как ты ей деньги отдал, да? Ты что, он въебался все, что он выиграл тут недавно? Ну не все, тысячи осталось, что? Ебать. Да, там вообще, короче. А тебя не было, Радим? Тебя не было, Вадим. А знаешь, что он говорит, почему? Ебать. Не потому, что они говорят, без меня, ебать надо. Как я не успел, да? Не, ну сейчас самое главное все на лоб. Кодировать, кодировать. Все нормально. Вези его вкодировать. Где нормально-то? Вези кодировать, Серега. Кодировать его надо. Ну, мы вот сняли сейчас вот соли, в общем, с холодильником. Кого сняли соли? Наперед уже говорили. Сережа, кто живет в холодильнике, Серега? Квартиру сняли с соли. В общем, мы этот холодильник перенесли в комнату свою. Ну, а она говорит, что мы пока, мол, на балконе там продукты храним. Ты что-то родители, правда, не будешь в холодильник класть? Буду, буду. А зачем вы не поставили? Там просто надо вот этот старый куда-то... Выкинуть, блядь, на помойку! Серега! А, хотя, не-не-не, пацаны, знаете, почему не надо помойку выкидывать? Не-не, знаешь, что не надо выкидывать? Пусть лучше уже беру дома старый холодильник стоит, чтобы экологию фурионом не загрязнять, ёпты. Ты что там спишь, блядь, думаешь, что у нас 11 тысяч пороть? Ну, конечно. Давайте, сварщик, даст прогресс, можешь выйдем? О, где посветлее, блядь, нет дождя? Да. Сварщик, 11 тысяч я будешь ставить. Отлично. Это тема. Да. Тема. Так, 11 тысяч. 11. Солидно. 1 на 1. Отойди, пожалуйста, а то, мало ли, плохая энергетика, и матч не сойдется. Хоккей, КХЛ. Статистика игрового дня, будьте любезны, ставим на субботу, на 12 число. Это фриц из этого, блядь. Сильный фильм. Из фильма «Бесславные ублюдки» смотрел? Не надо подсказывать. Блин, загримировали, блядь, по полной программе. Зачем себе тайну открываешь? Бинго! Гадал! Ну, я отвлекся. О чем ушла речь? Я. О сделке. Ставим количество заброшенных шапок наиболее результативной матчей 7,5 меньше. 1,53, пожалуйста. Так, ребята, а мы сейчас проверим, не наебали ли вы меня, блядь? Когда мы тебя наебывали, Андрей? Постоянно, блядь. А, это другое дело. 11,54. 24 рубля я ставлю себе. 24 рубля. Я уебываю. Блядь, на какой-то говно выступил. Я меньше стою, но оказалось, если было больше, то была пизда. Так, Вадим, есть ЖБ на послезавтра? Да. Какое? Да нет, Швейцария обе забьют. Ребята просят, чтобы Оля продолжила вот эту лестницу как бы, да. Но, понимаете, тут как бы такая двойная хитрая выяванность. Ты снимаешь деньги и продолжаешь, блядь. Нет, ну да. Ну, что на тысячу продолжить. Мы же можем ошибаться на любой ступени, а она сняла и начнет... Давай, Оля продолжит на тысячу, на тысячу, дальше идем. И мы будем такие две лестницы вести. Возможно, у нее было бы сейчас столько, если бы она тогда бы не сняла. А, атака, атака. Аттенативный вариант. Да. Да, логично. Что, пойдешь у нее с тысячу еще? Красиво. Ну, смотри, Серега, если она скажет, я не хочу больше давать прогнозы, ну, можешь пару раз уговорить, но не больше, окей? То есть не говори, что Андрей сказал, обязательно надо. Ни хуя не обязательно. То есть не хочет человек, не хочет. Потому что она всей затянет не хотела, уговорили, и в итоге, видишь, к чему это все дошло. Просто, может, и матч вот такой. Ну, ей чисто... А матч вот возьмем, какой он назвал? Какой ты назвал матч? Да, не, Швейцария. И холодильник просто покажи, ребята. Давай. Только, Серега, делай побыстрее, а то камера может съесть. Давай, давай. Все, сейчас. Так, о, ребят. Так, друзья, добро пожаловать. Так, и по вашим многочисленным просьбам, сейчас выпытаем у Оли прогнозик. А-а-а! Заодно увидите холодильник. Так, ну что ты сказал? Четырек. Да я Коле, мам. Я поняла, что Коле, но согласен. С Ленкой я не знаю. И Оле тоже надо спрашивать. Сейчас я... Так, так... Так, так... Вот у нас железный андерлог. Вот он. Такой вот красавец. Так, друзья, смотрите. Абсолютно новый. Морозилочка. Так. Так. Ага, попалась. Оль, ребята хотят, чтобы ты продолжила лесенку, вот с тысячи. Попробуешь еще одну? Не, 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 не хочу. Не. Ну, попробуй, может... Не. Может получится. Потому что... И матч уже для тебя есть. Не, не, не хочу. Не. Не хочу. Не будешь даже в силу же пробовать. Ну ладно, а что вот скажешь насчет... холодильника вообще как-то ну видишь он вписался так в ком-то органично то есть блин вообще мне кажется отлично да да нет никакого хоть такой самое главное что морозит вот морозилка все есть в общем только пивка нету продукты самое главное вот продукты да 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 и морозилка там для мяса ну смотри эту подумай мальчик не будешь точно ну может попозже того машу ты боишься проиграть или как не хочу ты боишься проиграть а то попробуй новый виток не хочешь ладно чуть пойду тогда были нам не нравится чем холодильник правильно ладно все побежал это ну просто счет назови дальние швейцария что думаешь счет назови все любой любой счет назови мы просто проверим и сюда не швейцария дань и швейцария но поэтому он был 20 или 21 не учет 1 2 0 2 1 2 1 в пользу дань и да как они играют ну примерно одинаковую там чем да не в гостях дома да на дома да не швейцарии в гостях ой ладно пусть будет да пусть будет да не ладно все да не 21 кутера не просто или какой шустрый такие темы что сказала в общем что-то она не хочет очень передумал ну я все-таки в конце у нее выпытал не хотела не хотела но я захотела хотя бы говорю назови хотя бы точный счет ну примерно проверим говорит 2 0 или 2 1 потом остановились на 21 все-таки в пользу дань и доводен в пользу дань и короче тогда сделаем так и она ну по всей видимости потом уже не захочет давать если выиграли да наверное или как просто ты выманил точный счет и все да или как чем мы играем дальше по лесенке или мы ебашим 21 для и отдаем эти деньги если нахуй точный счет совпадет 29 коэффициент давайте ебашить 1000 ставим на 29 я и 29 тысяч отдам блин тут и круто ты опять рассчитываешь на не бабки давай да не нет ни одна мы снова пойдем магазин ну не захочет 29000 до себе оставлю 21 до не выиграть правильно все это и так скажу да будем удачи любит смело всему настойчивых и этом и при этом она еще ни разу не ошибалась я хочу просто напомнить пришло это время ошибиться все такой помнишь как ты на шоу с ворушем ты подрался блять ну так мы же так по дружески по дружески так что а дружески только блять мне кажется у тебя сотрясение мозга было блять ладно это оставим потом это уже концу октября ждите пару слов твоих напоследок я не выдержал блять а на шоу пару слов твоих пацаны во всем удачи два ребят самое главное удачи фарта заходящих ставок ну и анти жибер и не пиздец а манте жибер ты будешь спрашивать ну что думаешь да не швеция да не швейцария я уверен победе дания свейцария поменял ольга блять 29000 не помочь не работает и не очень те же берутся не работает сломалась сломалась там железки пошло комментарии там ребята пишут все анти же беру закончил все до железки начался осенний период но там такое шоу побеждали будешь наказан а у тебя да и жмите ли ты верил там комментарий был написан серёга самое большое количество лайков знаешь какому желанию потом проиграешь нюхаешь свое шоу в инстаграме серёж единицы самостоятельно начинают первые шаги свои серёж ты будешь нюхать трусы на камеру как быть короче мы угораем заебали успокойся всем пока подписывайтесь на канал ставьте лайки не пиздите на друзей если вы проиграли там на ставках говорите конкретно бля я вебал деньги потому что я думаю да да надо быть открытым открытым все я выключил камеру говорили все спасибо вам актер туза вадим актер театра владислав анатолий фриц давай так кого куда вести тебя в контору у нас не в контору то серёг давай прощайся ты тебя с пацанами вместе на контору уговаривать да не не в контору опасно что-то блять лайк 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 нахуй лайк огромный блять подождите мы еще не уехали пока не ставьте лайк ну все серёг тогда чего освобождаем и пошли ты пешком до контора это уже вечер не ты вечер пьяный кто придешь до без камеры не ну все давай на связи серёг это шоу понравилось первую часть мне очень понравилось а ты даже раздавал душевные и прям манцы все то что надо душевная будет с тобой в конце октября давай понял документы к разводу готов как ролик ведь этот вроде бы собрал но покаялся прям след и тут вроде бы воровал но исправился в момент этот свету нахал наплевал на всех а поговоришь нормально наедине запомни есть два типы людей одни готовы лгать пускай в глаза